Итак, мы продолжаем. Значит, Володь, вот так правильно видно в камеру? Посмотри в камеру поближе. Да, так. Посмотрите, вот это у нас техническое задание. Мы сняли мерочки. Их значение у нас вот здесь. И нам нужно выбрать прибавки. Так как мы хотим сделать вот такой жакетик с застежкой спереди, да? Он у нас будет полуприталенный, будет содержать элементарные выточки пока что, потому что мы простой крой изучаем. По спинке мы сделали средний шов, потому что фигурка у нас перегибистая. Нам нужно там забирать немножко. И выточки. То прибавки мы будем выбирать небольшие с вами. Прибавка по груди. Всего их 4. Прибавку по груди сделаем сантиметра 4. Можно 3 сделать. Прибавку по талии, чтобы в обтяжку не было. Сделаем 1,5-2 сантиметра. На эти значения будем выходить. В конце концов, прибавки – это такое дело, которое всегда можно поправить во время примерочки, если мы заблудились в них. Прибавка по бедрам. Вот посмотрите, фигурка у нас на самом деле получается верхнего типа, так как бедра у нас должны быть при груди 50, а они у нас 51,5, а должны быть 54. Значит, фигурка верхнего типа. Поэтому бедра, по идее, надо немножко увеличить. Даже бы прибавками, за счет прибавок. И поэтому я возьму прибавку по бедрам. Ну, сколько? Тут 51,5. Давайте возьмем 1,5-2. Мы, конечно, в брючках таких вот из футера, да, они занимают какой-то объем. Возможно, это изделие будет носиться на, конечно же, не на такие брючки. И на примерке мы это можем подобрать, когда оденем, допустим, другую одежду. А пока постараемся выходить на 1,5-2 см, то есть я не хочу лишних объемов. И прибавка к фату плеча. Сделаем ее тоже небольшую. Небольшая – это 4 см. Вот такие прибавочки мы с вами выбрали. И я положу сейчас наше техническое задание вот так, чтобы было видно. Начинаем, а мы начинаем работать. Для этого нам нужна длинная линейка и такое небольшое лекало. Вот у нас длинная линейка и вот небольшое лекало. Начинаем с того, что нашу ткань укладываем кромочкой к себе, сгибом от себя. Кромку располагаем параллельно ближней кромке стола. Берем вот эту линейку и выравниваем нашу ткань вот по правой кромочке стола. Но, чтобы вам было длиннее, я положу ее вот так вот сюда. Попробую сориентироваться. Вот мне хочется ее положить как-то так. То есть мне нужно выровнять ткань по утку. Значит, здесь у меня... Так, ладно, пусть так она лежит. Нет, не надо. Я хочу, чтобы все было идеально. 19 сантиметров. И здесь у меня тоже должно быть 19. Ну вот, интуитивно, я положила это правильно. Итак, мы выравниваем первой линией ткань по утку. Вторая линия является линией низа. Я зачастую просто обвожу вот эту вот вторую сторону нашей линейки. Я думаю, что вам хорошо видно. Итак, у нас получилась линия низа. От линии низа мы откладываем вверх линию талии. Для этого смотрим на мерку длина изделия. У нас она 22 сантиметра. 22 сантиметра один раз и 22 сантиметра второй раз. И строим линию талии. Третья линия. Чтобы вы не начинали краить, неважно, работаете вы сразу на ткани или вы работаете с бумажными выкройками, лекалами, вам всегда нужно размечать сначала ткань. Идет разметка ткани. Ну и где-то здесь сантиметров 17-18 у нас будет линия бедер. Так как у нас блузочка короткая, я даже не буду ее здесь откладывать. Будем ориентироваться прямо на низ изделия. Итак, первая линия, вторая, третья. Четвертая. Кладем линеечку параллельно вот этой кромке стола и отсекаем кромку ткани. Вот, всегда нужно ее отсекать. Затем параллельно уже нарисованной линии откладываем величину полузаноса и рисуем линию серединки передней половинки. Так как у нас сзади будет шов, то сзади по спинке я тоже нарисую линию. Потому что мне нужен припуск, а не от сгиба буду строить свою спинку. Вот так. Это середина спинки, последняя линия. Итак, начинаем строить. Смотрим на мерочку ДТП. Перед нами передняя половинка. Она у нас 46,5. 46,5 отложили от линии талии вверх. Точка А0. Глубина горловины 7-8 сантиметров. И высота груди 28. Отметили сразу 28. Через вот эту точку у нас проходит линия груди. Поэтому измеряем расстояние этой линии уже до линии талии. И рисуем линию груди. Галочка, вспоминаете? Да. А ты, Катя? Да, да, я сила. Молодец. Я все помню. Умничка какая. Теперь от точки А0 откладываем ширину горловинки. У меня 7 сантиметров. И рисуем саму горловинку. От этой точки откладываем расстояние между центрами. У нас 8,5 сантиметров. 8,5. Точка С. Ну и в обычных выкройках вот здесь мы строим с вами выточку. Но у нас выточка идет из бокового шва. Поэтому мы ее пропускаем и строим сразу плечо. Плечо 13 сантиметров. Нашли 13. Провели дугу. Вот она. Высота плеча, касая переда, вот она, ВПКП, 25. 25 поставили. Вот в эту точку проводим вторую дугу. И в пересечении точка П1. И сразу припуски нарисовали. Затем отметили меточку ШГ2. ШГ2 у нас 22. По линии груди 22. Вот здесь будет начало проймы. Начало проймы со стороны спинки. Давайте посмотрим. У нас мерочка. Ширина спинки 19. Значит, начало проймы со стороны спинки вот здесь. Отмечается все прям по линии груди. Смотрим на длину спинки до талии. Она у нас 41. 41. От талии вверх откладываем. Вниз 2,5 сантиметра. И в сторону 7,5 возьмем. Чуть-чуть больше, чем на горловинке. Так лежать будет у нас лучше. Так. В эту сторону откладываем ширину плеча 13 сантиметров. Так. И нужно отложить выточку плечевую. Но фигурка у нас перегибистая. И никакого выступа лопаток у Наташи почти нет. Поэтому выточка у нее должна, у перегибистой фигурки, эта выточка уменьшается. Если она для 50-го размера была бы там 2,5, то сейчас где-то 1,5 сантиметра, но мне за глаза хватит. Я думаю, что вообще эти 1,5 сантиметра можно и не шить, а перевести в посадку. Но для чистоты эксперимента мы все-таки это сделаем. И кроме этого нам еще нужна посадка по плечевому шву спинки. Это технологическая посадка. Она идет от 0,5 до 1,5 сантиметров. Обычно я закладываю 1 сантиметр. А так как фигурка перегибистая, я опять же этим хочу пренебречь. И добавлю сюда, ну скажем, 2 сантиметра. Вот видите, вместо 13 я отложила 15. Дуга радиусом 15 сантиметров. Затем, из вот этой точки. Затем, так как у нас есть средний шов и фигурка перегибистая, я по среднему шву делаю отведение 1,5 сантиметра. И вот он уровень лопаточек. Поэтому мой средний шов переоформится вот таким вот образом. И к уровню бедер он у меня уйдет. Вот так вот спокойно. Это оформление среднего шва спинки. Стало быть, высота плеча касая по спинке будет, она у нас 43 сантиметра, вот эта мерка, она будет откладываться уже от отведения. Вот. И вот эта точечка у нас будет точка называться P2, конечная точка плеча. Все. Мы нашли переднюю точку, мы нашли заднюю точку. Строим плечико по спинке. Для этого 4 сантиметра отложили. Выточку, ну полтора это мало, пусть она у нас будет 2 сантиметра. Отложили. Нарисовали саму выточку. Вот ее вершинка. От точки P2 поднялись на 2 сантиметра. Нарисовали начало плеча. Измерили длину стороны выточки. Отложили. И нарисовали вот так продолжение плеча. Вот. Вот так получилось у нас оформление среднего шва спинки. Дальше. Нам надо найти, где у нас будет боковой шов. Значит, что мы отложили вот здесь по спинке? 19 от серединки до проймы. Что мы отложили по полочке? Отложили 22. Это ШГ2 мерочка. Тоже от серединки до проймы. Что меряем, то и откладываем. Складываем их. Значит, мы отложили 30-41 сантиметр. Ну, у нас уже отложено 41 сантиметр. А какова ширина нашего изделия? Давайте посмотрим. Ширина сетки. Смотрим на наши бедра. Бедра у нас 51 с половинкой. Прибавка по бедрам, скажем, полтора. Получится 53. Запомним эту цифру. Теперь сравниваем ее с шириной по груди. По груди СГ у нас 50. И прибавка по груди 4-3 сантиметра. Если 3 выбрать, то тоже будет 53. А давайте так и сделаем. Пусть у нас не будет никаких лишних объемов. Плотненькое, аккуратненькое, хорошее изделие получится. То есть 53, если мы считаем сетку по груди. 53, если мы считаем сетку по бедрам. Хорошо? Значит, от 53 мы отнимаем 41. Получается 12. Это ширина проймы. Делим 12 пополам. Получается 6. Прибавляем 6 сантиметров вот сюда, передней половинке. И определяется ширина изделия по бедрам. 28. 28 откладываем вот где-то здесь. И у нас получился боковой шов, если его вот так нарисовать, по полочке. Вернее, место для бокового шва по полочке. Понятно? Сюда откладываем к ширине спинки тоже 6 сантиметров. Измеряем расстояние от середины спинки до этого отрезка 25 сантиметров. Откладываем вот здесь. И у нас получился боковой шов по спинке. Но он еще не до конца оформленный. Теперь мне нужно выбрать верхнюю точку бокового шва. Здесь будет немножко непросто. Для этого надо приходить на занятия, чтобы в подробностях все это изучать. Я сделаю это быстро. Потому что наша задача сегодня показать, как работает этот метод прямо на ткани. Понятно? Не вдаваясь в очень мелкие подробности. Значит, я считаю вот это расстояние. Расстояние от талии до верхней части проймы. Делается это сначала по спинке. Для этого я беру ширину рукава 31 плюс 4. Получится 35. Ширина рукава 35. Высота оката рукава 35 пополам. 35 пополам будет 17 с половинкой. 17 с половинкой это высота оката рукава. Вертикальный диаметр проймы будет 19 с половинкой. А вертикальный диаметр проймы со стороны спинки у меня будет 20. Я сделаю его на полсантиметра больше. Итак, 20 сантиметров ВДП со стороны спинки. Из этой точки я откладываю вниз 20 сантиметров дугу. И получаю как раз точку пересечения на линии груди. Видите, как получилось? Нечаянно, да? Измеряю расстояние от линии груди до талии. Получается 18 сантиметров. В общем-то меня это расстояние устраивает, потому что это тоже контроль. Мы боимся вырезать пройму очень низко. Иначе подъема руки не будет. Контроль мы тоже прошли вторую очередь. Почему ВДП спинки отличается от переда? Вертикальный диаметр спинки отличается от переда, потому что вот так у нас выглядит пройма. Вот видишь? Это общий вертикальный диаметр. Вот общий. Мы его нашли, он у нас 19 с половиной, но у нас задняя точка должна быть выше передней, хотя бы на сантиметр. Поэтому если я сюда прибавлю 0,5, у меня получится здесь 20, а к переднему, чтобы посчитать передней, отниму полсантиметра, и у меня получится здесь 19, а общий 19 с половиной. И у меня передняя точка будет ниже задней на 1 сантиметр. А общий это вот это? Вот это, да, да, да. Общий мы высчитываем, а эти дополнительные мы находим. Значит, вот здесь я должна получить расстояние сколько? 19, потому что оно должно быть меньше. Здесь я хочу 19, здесь у меня получилось 20. Но надо сказать, что я люблю разницу-то не в 1 сантиметр, а люблю разницу где-то в 2 сантиметра. Поэтому я бы здесь хотела видеть на самом деле еще меньше, скажем, сантиметров 17. На этом мы немножечко прервемся, у нас технологическая пауза, и продолжим дальше.